я еду в париж на самом деле не только в париж я еще буду в мюнхене но париж для меня ключевая точка и это тот город в который я хотела вернуться я была в париже уже два раза и это будет мой третий раз в париже и каждый раз я приезжаю в париже декабре мне конечно очень хочется посмотреть его в летнее время в теплое время но пока получается только сегодня у меня много дел так что погнали вообще я думаю если вы смотрели прошлое мое видео то вы могли заметить что я фанатка списков и сейчас я как раз пишу себе новый список это что мне нужно сделать до путешествия один из пунктов я себе поставила померить зимнюю одежду потому что я живу в америке в штате флорида тут всегда лето круглый год и поэтому зимняя одежда мне нужна только в поездке как раз хочу заранее все померить понять что мне подходит чтобы прикинуться примерно какие вещи я хочу взять плюс еще большим большим делом для меня нужно будет составить список с ссылками покупок на черную пятницу в америке черная пятница отмечается в пятницу то бишь 25 ноября нужно сделать много покупок поездки достаточно важных например купить себе чемодан вот и я подумала а почему бы и не купить это как раз на черную пятницу всем привет и добро пожаловать в мой дурдом если вы не понимаете что здесь происходит не переживайте я вам сейчас все объясню единственное что я хотела проверить я хотела понять что я обрезаю вообще во всю свою одежду и примерно понять что я хочу взять с собой наверное это хорошо что я это сделала потому что мне кажется у них джинсы немножко жмут и что возможно мне нужно будет купить новые но я не уверена я решила выйти прогуляться я сейчас гуляю получается не просто так а я гуляю в ботинках в которых я потенциально поеду эти ботинки меня стоят весь год потому что опять таки на улице тепло и они мне нужны и сейчас перед поездкой я их решила немножко разносить сегодня очень жаркий прекрасный день и у меня все не уходит мысль забить на съемку видео на сегодня и просто пойти поплавать в океане потому что все таки лето заканчивается и я думаю что уже там через недельку-две уже нельзя будет купаться посмотрим не спать давайте вернемся к вчерашней теме я создала телеграм-канал куда я закидываю свои товары с ссылкой и текущей ценой чтобы в черную пятницу я могла понять выгодно это предложение или нет пока что в моем списке есть только зачитываю чемодан масочки для лица санитайзер для рук и умывалка в маленьком размере в тревел формате сейчас на самом деле я хотела поднять одну очень важную тему насчет чего я переживаю во первых давайте начнем с лайтов я буду в европе с 10 по 20 декабря это такой вот период когда может пойти снег и дождь но я еду в пальто которая соответственно может намокнуть и мне нужно что то что чем я могла бы защититься я думаю между дождевиком и зонтом я не знаю что будет удобнее зонтик у меня есть я думаю купить себе дождевик потому что мы едем в диснейленд в париже и мы там будем два дня я не уверена что удобно быть зонтом мне кажется дождевиков в таком формате будет удобнее но с другой стороны по городу удобнее зонт но зонт весит много дождевики весят мало а у меня маленькая ручная кладь там не только по размерам она маленькая но она еще должна быть не больше 12 килограмм и если чемодан весит килограмма 3-4 у меня остается 8 килограмм всего следующий момент о котором я переживаю это клопы я думаю все и так уже наслышаны новости про клопов париже что там везде эти кроватные клопы и что они и в квартирах и в отелях и в общественном транспорте и что там творится полный ужас я посмотрела несколько разных видео почитала разные источники в основном все местные говорят что это очень раздутая тема и что нет такого апокалипсиса как передают в наших новостях я не могу быть спокойной я думаю о том что мне нужно купить что-то от клопов забавная очень интересная тема я с этим раньше никогда не сталкивалась сейчас я поизучала и видел что есть очень много всяких приколов от клопов есть всякие спреи понятное дело имя то чтобы там попшикать чтобы они там где-нибудь сдохли но есть еще на матрасники то есть специальный на матрасник чтобы клопы не залезли к тебе в кровать еще есть варианты ножек то есть ты подставляешь какую-то штуку под ножки кровати и соответственно клопы не могут типа по ней подняться но я же не повезу с собой поездку тяните меня на матрасник наверное единственное что возьму с собой это крем или мазь чтобы знаете если все-таки душу кусили чтобы мне было не так больно или вообще за этом больно от этого наверно больно и наверное это чешется и я думаю взять все таки какой-то такой кремик для собственного спокойствия все остальное для меня в принципе достаточно понятно что мне нужно купить так какие-то салфетки еще что-то там опять-таки ту же самую мувашку но еще есть момент что я не подготовила пока что список куда я хочу сходить мне остались списки с прошлых поездок но в этот раз мы с друзьями решили что мы не будем ходить основным таким достопримечательностям таким туристическим маршрутом мы хотим поискать что-то интересное что-то новое и вообще очень везет на париж когда я была в первый раз париже это был 2019 год там бастовали желтые жилеты то есть общественный транспорт практически не работал потом в следующий раз когда я была это был двадцатый год как раз к видные времена я снова была в париже там все было в масках и так далее и сейчас когда я еду в париж там опять эпидемия только уже с клопами то есть я не видела так скажем спокойный париж как и любой другой кроме зимнего ну что ж я думаю что я уже могу пойти и наконец-то продолжить собирать свой список на этом моменте я решила закончить это видео потому что у меня появилась идея и завтра я поеду в один из торговых центров красно-черную пятницу и я надеюсь что я сделаю несколько удачных покупок обязательно все это покажу и расскажу я думаю примерно где-то через неделю у меня выйдет отдельное видео посвященное только черной пятнице поэтому если вам интересно заглядывайте ко мне на канал ну а на сегодня все спасибо большое за просмотр и до новых встреч пока пока